Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашего прохождения третьего Ведьмога И что мы будем делать в этой серии? Нам нужно сейчас, так секундочку, нам нужно сейчас поговорить с бароном Шмелись нафиг! И как я вижу, что-то там не очень хорошо, потому что во время того, как я подъезжал к этому городу Вы видите, что там что-то горит, значит, какая-то жопа у этого барона, наверное, немного подгорела Подгорела, значит, сейчас мы туда как можно быстрее потопаем, потому что мне интересно, я надеюсь вам тоже, что там все-таки происходит Дайте мне войти, пожалуйста Опа, да, толстенькая, а, я сюда не могу на конячки войти, нифига себе Мне интересно, что там такое, ребята, мне интересно Потому что мы же вроде добывали сведения о пропавших дочери и жене этого барона Но сейчас мы туда возвращаемся и там что-то, что-то Ослин! Где Ослин? Видел его кто-нибудь? В конюшню пошел вроде Что? Горит, вы что, не видите? Почему никто не тушит? Так все боятся? Барон как ошалеет, так пощады не жди У меня брат в конюшне! Спасите его! Не то живьем сгорит! И он, и кони! Я посмотрю, что можно сделать Попробую Быстрее! А за охренел, чувак, я пришел вас спасать, а ты мне еще там командуешь Быстрее, быстрее! Что теперь? Вот барон, мудачина, нафиг Ага, ну другой значит другой, мне интересно какой Ага, вот, 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 вот он вижу Я понял, Гера, я понял, спасибо за подсказочку А где, куда? Воздуха, у меня конечно нету Я выйти не могу! Круто завалилось! Я тебя сейчас заберу! Где? Ага. Давай, показывай мне что-то, а то я ничего не вижу. Вот, лошади выбегают, лошади выбегают, я их спас. Супергерой. Вот он, герой! Ну, расскажи, сказал. Да вмажь ты ему! Я знаю, что у твоей жены был выкидыш. Это было до или после того, как ты ее избил до полусмерти. Ты на что намекаешь? Не держи меня за идиота, ты ее много лет колотил. В конце концов, они не выдержали и убежали. Так? Да вмажь ты ему! Да теперь они убежали от тебя. Врешь, имер! Ты че меня обзываешь? Ух ты, нихрена себе! Чуть меня не убил! Жирдяй! Жиртрес! Надо поговорить. Тот псих ненормальный, а! Запердолить бы его так, прям зубки бы ему все выколотить. А то он прям такой борзый. В гопнике подался, наверное. Ты их бил. Че мозги нам пудрит? Жена типа пропала, а она от него убежала. Она Анну. Анна, это другое дело. Она всегда знала, как меня достать. Что у тебя было с женой? Ты не бил дочь? После того, что я видел на дворе, сложно поверить, что для Тамары ты был любящим папочкой. Да и не верь. Только она всегда для меня была светом в окошке. Она могла здесь делать, что хотела. Вон, спроси любого. Она верхом ездила. Охотилась. Иногда отправлялась в разъезды с моими людьми. Это ее присылали ко мне, когда я в бешенство впадал. Только она одна могла меня успокоить. Если у нее была здесь такая безмятежная жизнь, зачем она убежала? Если бы я знал, ты был бы не нужен. Что у тебя было с женой? Чем тебя так жена доводила? Суп пересаливала? Носки не штопала? Мы 20 лет вместе. Она меня видела и пьяного, и трезвого. Она рядом была, когда я победителем возвращался. И побитого перевязывала. Она одна знает, куда нажать, чтобы было больно. И за это ты ее колотил? За то, что она тебя бронила? Эх, ведьмак, да что ты понимаешь? В общем, может, когда-нибудь я тебе расскажу? Ну, когда-нибудь, не сейчас. Ты знал, что они убежали? Ты с самого начала знал, что они сбежали. Знал. А почему мне не сказал? Ты потратил мое время. Узнай ты, что я за собственной семьей уследить не могу. Ты бы меня размазнёй считал, и не так... А сейчас мы тебя прям героем считаем, и не считаем тебя размазнёй. Они не бежали, это ты их выгнал. Это не важно, я знаю, как их найти. Рассказывай, что там с этим... Теперь это не имеет значения. Я знаю, как их найти. Как? Я знаю о младенце. Анна, я... Да все было не так, как кажется. Горы все как было. Ну, так я слушаю, говори все как было. Только на этот раз я хочу слышать правду. Я тогда пил третий день. Ну, пришла Анна и сказала, что они уходят. Я умолял её, чтобы они остались. Но она не слушала. Эти волосы у Геральта прям... Я пытался её удержать, она... Офигенная графика, next gen, ребята. Прям в доме такой... Такой ветер. Я... Как там вот эти все гели для душа, или там, не знаю, всякие краски, да, то есть... Такие ветреные волосы. Ведьмак, сука, ты знаешь, каково мне теперь, а? Ты чего обзываешься? А как же следы борьбы в комнате Тамара было при... А что было потом? Что было потом? Потом? Потом было ещё хуже. Я потом снова проснулся. Солнце заходило. А сколько дней прошло, я не знаю. Я думал, всё это грёбанный кошмар. Пошёл в спальню, а Анну уже не застал. Зато всюду была кровь. Я тогда уже знал. Она потеряла ребёнка. У меня ком горло подступил. Я подошёл к кровати. И увидел её. Она лежала там. Маленькая. Беззащитная. На окровавленных пустынях. Мёртвая. Из-за меня. Я много мёртвых видел. Но это, наверное, жуткое было зрелище. У меня просто ноги подкосились. А я целые поля трупов видел под Содданом. Как сжигали чародейк в Мориборе видел. Но по сравнению с этим, остальное, как маленькая писюлька. И виноват во всём только я один. Этого мы ещё не знаем. Талисман, который носила Анна, мог быть как-то с этим связан. С выкидышем. Что случилось с ребёнком? Я девочку завернул в чистую простыню и закопал. Вот так просто? Не думал я тогда о погребении-то. Просто хотел, чтобы всё закончилось уже. Я об этом ребёнке ж мечтал. Я о ней тебе говорил. Вот он родится на свет. И всё изменится к лучшему. А он умер, прежде чем родился. Мой ребёнок умер. Понимаешь, ведьмак? Я тебе сочувствую. Что у тебя умер сын или кто там. Ну, короче, ребёнок. Надеюсь, ты найдёшь свою цель. По договору сперва я должен отыскать Тамару и Анну. И всё идёт к тому, что в этом нам поможет твоя неродившаяся дочь. Как это? Ну, дочь. Бывает, что выкидыш, если не провести обряд погребения, перерождается в Эгошу. Во что, сука? Сейчас объясню. Это проклятые существа, которые черпают силу, убивая беременных женщин. Когда они становятся достаточно сильными, они нападают на тех, кто причинил им зло. Но как? Откуда они знают? Благодаря узам крови. И эти узы я собираюсь использовать, чтобы найти твою семью. Как? Есть два способа. Предания гласят, что Эгошу можно ритуально похоронить под порогом дома. Тогда он превратится в Чура. Это такой... дух-хранитель, который сможет привести меня к твоей семье. Ага. А что, второй способ? Убить Эгошу и взять немного крови. В этом случае мне понадобится помощь выражая. Неубивай моего ребенка, а. Он и без того настрадался. Ты расколдуй его. Пусть он, наконец, упокоится. Покажи, где ты закопал плод. Ну, мне кажется, наверное, первый способ будет получше. Нужно всего Эгоша нужно найти. Я покажу тебе, где я ее похоронил. И я выкупаю эту самую могилу под порогом. Она и так и эдак пригодится. Если превратить Эгошу в Чура не получится, будет где похоронить нас обоих. Решим дело сразу. Чем быстрее со всем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. Тогда давай тут подождем. А ближе к полуночи выйдем, я покажу тебе могилу. Вели людям сидеть по домам, и пусть насыпят под дверью черту из соли. И постарайся протрезветь. Взять лопату. Ну, чтоб могилу раскопать. Бери, пригодится. Только могилу раскапывать не понадобится. Это, наверное, будет интересненько. Долгий такой разговорчик, но все же, ведьмаки, это, наверное, сама суть, что много разговоров, что мы выясняем, что и как. Ну, сейчас давайте посмотрим. Еще немного. Давай за мной. Ух, мы близко, ребята. Вот где-то вот тут. Сейчас будет сражение. Отлично, я ты место выбрал. Да оставь ты меня уже. Я, сука, знаю, что так не делается. Хорошо, что знаешь. Яма раскопанная и пустая. Что это значит? Что Егоша вышел на охоту. Смотри. Зумби! Бегите! Писюн торчит. Открывай чудо перевертики Егошу в Чура. Возьми его на руки, быстро. А если он разозлится? Он же нас мигом загрызет. Не повышай голос, и не то расстревожишь его. Пока он спокоен. Нихера себе. Что ж будет-то, если он забеспокоится? Он перегрызет тебе шейную артерию, и ты истечешь кровью, прежде чем я успею тебе помочь. Скажи, если он начнет вертеться. Я успокою его магией. Подними его. Возьми его в руки. Ух. Так. Ладно. Боги мои. Так. А что мне делать-то нужно? Вернемся в замок. Оказывается, так. Сейчас наносит урон огнем, магическая ловушка, телекин... Давайте вот это. Кажется, ты хотел проверить силу легенд и обратить его в Чура. Ах, черт. А что если... Сейчас. А что он реально, если вот сейчас начнет... Начнет его кусать. То есть, как мне его успокоить? Вот, наверное, вот этим, он же сказал, магией. Значит, мне нужно вот этим пнуть его... Вот этим ударом, да, что влияет на разум противника. И, наверное, вот тогда он успокоится. Будем надеяться, потому что это страшный мост, ребята. Похуже, я не знаю, чем там... Какой... Годзилла какая-то. А что мне делать? Так, щас, 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 щас. Одного замочили. И второго замочили. И, вроде всех, да? Ух ты, паскуда! Использовать аксий. А, вот. Ну, я использовал. А, прям, ему нужно было затолкать это в лицо. А то он так просто-напросто не хотел успокаиваться. Так, потопали. Главное, чтобы опять призраков не было, то, если честно, они такие, ну, немного бесячие. Главное, чтобы сейчас никто его не увидел там, я не знаю, людей. Но что-то, мне кажется, сейчас еще призраки будут один раз сто процентов. Почему-то у меня есть такое ощущение, что сейчас еще раз нужно будет с ними стража. Вот, видите, ну, я же сказал, охранный щит. Ну, это ясно, то есть. Все больше, надо спешить. На тебе! Ух ты, паскуда! Так, этого запинали. Дальше. И этого запинали. Дальше. Ух ты! На тебе. Еще последний, да, остался? Там еще последний где-то. Да ты ж, мать твою. Иди-ка ты сюда. Ох, как меня эти паскуды бесят. Со своими телепортами. Так, сейчас, сейчас. У нас бронька поломалась. Не очень-то это круто. Нужно будет ее, нужно ее будет как можно быстрее это важно починить. Это, это девочка. Как Анна хотела бы ее назвать? Ну, мне кажется, уже призрак от него. Хотя, может, сейчас в конце такой мини-босик будет. Может. Возможно. Почему-то у меня есть такое ощущение. Хотя. Сейчас посмотрим. Ну, вряд. Ну, сейчас посмотрим, честно. Сейчас, какой-то нафиг чуть еще вылезет. Кто теперь? Повторяй за мной. Миром, что не стал твоим домом. Миром, что не стал твоим домом. Прости меня, та, что пришла, и кого я не принял. Прости меня, та, что пришла, и кого я не принял. Нарекаю тебя именем, и скажи его. И признаю дочерью. Нарекаю тебя, да я. И признаю дочерью. Ух, у меня ж мурашки по коже. Теперь зарой тело. Что теперь? Через сутки Дэя должна превратиться в Чура. Я останусь здесь и подожду, а ты возвращайся к себе. Я подожду с тобой. Исключено. Но, ребенок-то мой, я за все в ответе. Поздно проявлять родительскую заботу. Потом ты ничего не сможешь сделать. Но я... Никаких но. Это работа для Ведьмака. Я должен ждать здесь, пока Егоша не превратится в Чура. А ты возвращайся к себе и постарайся не упиться до беспамятства. Призвать Чура на месте погребения Егоши. Ладно, а как мне это сделать? А как мне это сделать? Взываю к тебе силой крови. И заклинаю именем. Услышь и приди на мой зов Дэя. Че-то мне кажется, сейчас какое-то сражение с монстром будет, а не тот. Хотя... Укажи мне дорогу к своим кровным родичам. О, стоять! Стоять, стоять. А, все, все круто, солдатики. Не обращайте на нас внимания. Это... Это светлячок летает. Это не дух, там, мертвая ребенка. Это светлячок. Успокойтесь, успокойтесь. Просто, не знаю. Это вам показалось. Все нормально. А им, если честно, даже похрен они как-то не смотрят на это. Не смотрят на это. Платва! Шевелись, платва! Шевелись! Да иди ты уже! Давай. А, он нас ждет. Сперед, как из ветра! Ага. Ну, будем надеяться, что куда-то, да, он нас приведет. Сейчас куда? Давай. Так. Нужно бы, как можно быстрее, броньки отремонтировать и остальное. Вроде пока что только бронька у нас поломанная. Ну, чтобы потом, если что... Если на нас кто-то нападет, потому что, видите, даже на том берегу я какой-то монстр. Если нас кто-то нападет, то что бы лучше, ну, нас не убили, а мы смогли убежать. Так, давайте подождем, а то мы быстрее, чем вот, ну, она топает. А что, тут? Или нет? В этом домике? Почему-то у меня есть... Хоча, может, даже... Хоже, там не лаванду держали. Может... Да там плот, твою... Палату, плотва. Слезь, я просто хочу вот это украсть, что тут есть. Серебро, нихрена... Опа, так, следы. Подкова. С молокуром не хватило бы денег на коня. Браслет. Наверняка его обронила одна из них. Так, что мы сможем украсть? Вода. Нормально. Одежда? Здесь кто-то переодевался. Обе были здесь. Значит, я иду правильно. Иди, идти за чуром. Ага. Плотва, давай, хорай жрать. Давай, давай, показать мне что-то еще. Толстенькой будешь. Эндрин. Кого? Давай, 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 шевелись. Че? Кто-то там. Не плотва, а вот... Ну, вы поняли. Ух ты, кто? Нифига себе. Давай топаем топом. Давай, давай быстро, а то сейчас на тут догонят сзади нас. Кто-то, шевелись нафиг. На. Так, топаем, ребята, топаем. Я думаю, я, в принципе, хотя бы надеюсь, что это не будет очень долго, потому что, если это будет как-то очень долго, через... Теперь помедленнее. Весь мир сейчас проезжать. Ух, там монстряки ночью выходят нахуй. Ага, вот там. Зашибись. Здесь уже побывали трупоеды. Но все равно стоит взглянуть. Ну, я понимаю... Ой, стоять. Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Ничего нафиг! А, все, они взорвались. А, там еще есть. Да вашу вы такие... Так, все, вроде все... Да сколько вас гнилых ублюдков! Как они меня бесят? Взрывается, чудак? Ути-типути-типути. Так, ну, вроде все. Так, вроде все. Какой нафиг труп? Да идите вы в пень! А то их там еще немного было. Кости. Кости лежат тут уже какое-то время. Седло. Седло прогрызли. Трупоеды становятся все прожорливей. Ребра. Слеби огромных когтей. Это не трупоед. Ноги. Не хватает подковы. Это стечение обстоятельств. Или конь потерял ее на старой смолоконе. И? Оторвать башку мог только кто-то очень сильный. Подведем. Здесь они, похоже, наткнулись на какую-то могучую тварь. Будем надеяться, они все-таки выжили. Да дай мне убить вот эту паскуду. Да почему ты биться не хочешь? Так. Ладно. Платва, ты где? Иди сюда. От харетом опять жрать. Платва. О, постоять. Это кто там? Мы ничего тут с него не сможем. Трусики снять. Не трусики, а какую-то броньку может. Ну давай, веди. Я уже хочу, если честно, уже заканчивать. Это уже, наверное, серия длинная. Еще неизвестно, сколько мы его так блуждать будем в поисках. Давай. О, там опять монстрики, видите, сейчас и слева, и справа. Как-то не очень такие... О, это волки, нифига себе. Там еще волки. Как-то не очень удачно, если честно, мы так заглянули. Не очень удачно, что это ночью. Днем было, мне кажется, намного приятнее. И, в принципе, может, мы бы не... О, вот сюда, налево, наверное. Да. Может быть, столько монстров не было. Опа, домик. Здрасте, здрасте. Кто-то тут есть? Ну, тут вроде огонь горит все-таки. Может... О, все, все, все. Да. Мне кажется, тут кто-то есть. Будем надеяться, хотя бы. Рыбатская хата? Наверное, он хочет, чтобы я осмотрел это место. Опа, смотри, там кто-то тоже есть. Опа, сейчас. Взять. Взять веслу. Ну, всякие... Всякие прибамбасы. Так, опа. А кто это? Идите в другую комнату. Чего вы у нас забыли? Наша хата с краю. Ничего у нас нет. Ничего не знаем. Мне нужны сведения. Я ищу двух женщин. Жену и дочь кровавого барона. Никого тут не было, сударь. Может, хоть мимо проезжали? Девушка, невысокая, лет двадцати. Ее мать, худощавая, под сорок. Видели их? Это ж она к нам ночью приходила, а, мам? Тихо, сынок. Которая у вас... Куда делась девушка? Твой сын сказал столько, что нет смысла отпираться. А вы, сударь, не похожи ни на кого из людей ее отца. Потому что я не из них. Я ищу Тамару и ее мать. Мне надо убедиться, что они живы и в безопасности. Тамара-то, небось, сидит у моего брата в Аксенфорте. А с госпожой Анной тут другое дело. Хотя ей, наверное, всюду лучше, чем во Вроницах. У господина барона. Почему? Так он ее лупил, сударь. Госпожу Анну, значит. Все об этом знали, но никто пальцем не пошевелил. Где... Где жена барона? Что стало с матерью Тамары? Вот как было дело. Я ждал их в старой смлакурне. Привел коней. Лютый был холод, а темно так, что я на два локтя ничего не видел. Месяц стоял высоко, а они все не приходили. Я уж бояться начал, что их какое-нибудь лихо утащило. Но, наконец, они явились и отправились мы в сторону реки. Тут вдруг ни с того ни с сего налетел вихрь. Я решил было, что мне башко оторвет. А вдобавок, эти здоровущие птицы. Их целой тучей кружили над лесом. А крик такой подняли, что аж в ушах звенело. Госпожа Анна крикнула и скорчилась. Амара взяла ее за руку. И я увидел, на ладонях у нее пылали знаки. Что было дальше? Хорошо, и что было дальше? Стемнело еще пуще, словно кто все звезды погасил. В одну минуту сверчки утихли, а из лесу вдруг такой рык раздался. Меня холодный пот прошиб. Я дух перевести не успел, как и с чащи. Выскочило чудище. Огромное, что твой сарай рогатая, и глаза горят, как раскаленные угли. Я-то думал, конец мне. Только чудище бросилось на коня госпожи Анны. Башку ему оторвало, а саму ее в лес унесло. Наши кони, значит, мой и барышня Тамары, переполошились и понесли, куда глаза глядят. Только потому мы избежали. Тамара хотела вернуться за матерью, но на счастье жена ее отговорила. Убедила, что одной ей ничего не сделать. Почему вы им помогли? Зачем ты вообще им помогал? Ты же здорово рисковал. Должок у меня был. Перед барышней Тамарой. Три луны тому назад сын мой лежал в горячке, и мы уж думали, что не выживет. Тамара об этом проведала. Принесла еду и лекарства. А то у нас нужда такая, что в доме шаром покатит. Что тут скажешь? Спасла мне парнишку. Сам бы я не решился помогать. Но жена мне сказала. Настал час войны и презрения. Час вражды человеческой. Теперь должна за добро добром платить. Потому что кто стоит без дела, тот все равно, что зло творит. Ты женат на умной женщине. Жаль, вот только госпожу Анну не спасли. Что за знаки? Какие знаки? Ну, такие. Будто ей кто железом выжег. На ладонях изнутри выжег. Как клеймят скот? Ну да. Чувак на заднем плане такой странный. Ну, спасибо за помощь, чувак. Больше, в принципе, нечего узнать у него. Спасибо тебе за помощь. Я бы... Надеемся, чувак. Я сделаю все, что смогу. Чтобы вас украсть. Ну, может, что-то тут будет полезное. Ну, круто. Похавать, похавать это всегда... Бухой, бухой, че так взять. Похавать это всегда очень круто. Похавать это реально очень круто, потому что нам нужно восстанавливать здоровье. Так, сейчас. Вот. Так. Больше... Ну, вот тут всякая фигня. Удочка нам не нужна. Так. Чуваки там играются. Ух, дайте мне закончить, пожалуйста. Значит, здесь кончается наш общий путь. Благодарю тебя, Дэя. Иди с миром. Триста опыта. Ну, вот и все, ребятушечки. Давайте мы еще, в принципе, поспим. Хотя бы вот до стольких. А то очень темно. Я не хочу заканчивать ночью. Во, как раз утро. Как раз после дождя. Круто. Ребята, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Набираем 100 лайков. На этой серии Ведьмака выходит новая серия Ведьмака. Когда она выйдет, как я всегда говорил вам, зависит только от вас. Я также буду очень рад каждому вашему лайку. Потому что лайк это большая для меня мотивация. И также, ребята, действительно они придают мне больше сил для записи новых видео. Оставляйте свои комментарии. Я, наверное, как я уже много раз говорил, один из немногих ютуберов, который читает прям каждый комментарий своих подписчиков. И также пытаюсь на них ответить. Поэтому, ребята, если вы имеете какой-то вопрос или хотите что-то, не знаю, поинтересоваться. Или даже что-то посоветовать. Просто напишите в комментариях. Я постараюсь его прочитать и ответить. Подписывайтесь на мой канал. Вступайте в нашу большую дружную семью. Я буду очень сильно рад каждому новому подписчику. Поэтому, ребята, подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok